Доброго-доброго дня, друзья! Всем сайрам! Сегодня у меня, к счастью, уже не в первый раз, уже мы снимаем второе видео, в гостях Имрам Гири. Доброго-доброго дня, Имрам! Приветствую всех, очень рад снова быть с вами, вместе с нами. С вами с нами! Да, это не случайно то, что ты так говоришь, потому что сегодняшняя наша тема просто абсолютно сладчайшая, это Сатя Сайбаба, и поэтому с вами всегда с нами. Сейчас я нахожусь волей судеб в Индии, вот посмотрел я в окно, передо мной красивейшая панорама Майсура, я на Индии путешествую. И в предыдущем нашем видео мы очень подробно говорили на очень сложную, очень интересную тему. Это Мухаатар Бабаджи. Сегодня мы снимаем следующее наше видео, посвященное Сатя Сайбабе. На самом деле тема, как я уже сказал, просто совершенно сладчайшая, но тоже не такая уж и простая. Ты знаешь, да, ну я хотел бы в самом начале нашего видео напомнить и нам с тобой, и нашим зрителям, что в общем у нас беседа. С одной стороны, вроде бы я задаю вопросы, я играю роль, так сказать, хозяина студии, ты у меня в гостях, но на самом деле где-то я задаю вопросы, где-то ты будешь задавать вопросы, и мы вместе будем обсуждать замечательные, так сказать, интересные темы о великом божественном воплощении нашей эпохи Шри Сатя Сайбабе. И я думаю, что первый вопрос, который я бы хотел предложить тебе, ну и потом тоже перехвачу его, тоже буду о нем говорить, он совершенно традиционный, я даже не хочу, в общем, здесь что-то выдумывать. Итак, как ты вообще узнал, как Бхагаван Сатя Сайбабе позволил тебе узнать о нем, как ты первый раз приехал туда, почему ты приехал, вот это то, чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, спасибо, очень, конечно, и трепетно, и тепло, и вместе с тем большая ответственность ощущается, когда говоришь вот так обо всем этом. Я, когда вернулся из рядов советской армии, я уже полностью был сонастроен со своим внутренним ощущением, духовным вот этим вот принципом устремленности, и ничего не видел, кроме того, чтобы достичь реализации. То есть для меня на тот момент не было никаких в мире давлеющих или каких-то привязанностей, которые, может быть, могли бы меня на какое-то время увести в сторону. В голове постоянно было только одно, в сердце только одно, я хочу освобождение, больше ничего не хочу. Ну, как-то вот так в этой жизни уже, видимо, это либо опыт прошлого, либо вот это вот понимание внутреннее, либо армия так подействовала, советская. Кстати, надо сказать, что я был в таких местах удивительных, в которых ссылали декабристов в свое время. Соответственно, я обратился к творцу внутри себя и сказал, пожалуйста, ни свадьбы, ни женитьбы, а меня родственники уже хотели так, скажем, настраивали. Я говорю, ничего мне не нужно. Я устроился на работу сторожем день через два и все время практиковал, все время был в практике. И ночью, и днем. Меня никто не отвлекал, собственно говоря, приносил нужное количество зарплаты родителям. В общем, ел мало и так далее. Практиковал все время. И однажды, это был 90-й год, точнее, конец 90-го года, начало 91-го. Однажды я увидел очень-очень яркое переживание во сне. Ну, то есть, это был сон, который я впоследствии называю, и сейчас называю, интервью. Вдруг, когда я обратился внутренне в этом же сне к тому, что я пойду своим путем, все люди идут куда-то, а я с ними не хочу идти. И в этот момент некая сила меня разворачивает, и я ухожу в другую сторону. Это прямо в переживании во сне, такое астральное переживание. И через какое-то время я проваливаюсь в темноту и оказываюсь в темном лесу. Я, как музыкант, который, в общем-то, очень часто использует сэмплы разные, на тот момент очень четко понял для себя, что этот лес я никогда не видел. Это раз, и второй момент, звуки этого леса совершенно были иными. Птицы ночные и так далее. Я понял, что это джунгли. Но я еще не знал, что это индийские джунгли. И в этом лесу я, пробираясь сквозь эту чащу в темноте, вдруг увидел свет впереди. Символично. Пошел я на этот свет. Подхожу ближе, оказываюсь возле храма. Белый храм. Это была ночь глубокая. Но видно было, что это светлый белый храм. И я не мог понять, что за религиозная принадлежность. Какова конфессия. Потому что он был похож на все религиозные конфессии, этот храм. Впоследствии я увидел его у Саи Бабы над мандиром. Наверху есть музей трехрелигий. В общем, я оказался... Как будто бы это потом я понял. Возле этого храма, значит, соответственно. Он был похож на шиваитский храм, вытянутый. Зайдя вовнутрь, я увидел огромное количество людей, которые сидели в тишине, в покое. Это было раннее утро. И эти люди в разных одеждах. Кто-то в белом, кто-то в черном был. Кто-то сидел по-турецки, кто-то сидел в лотосе, кто-то сидел по-мусульмански на коленках. В сейзе таком, да, в позе. И все они тихо сидели. Я шел по мраморному полу, который был в клетку, как шахматная доска. Черные и белые мраморные плитки. Встав посередине, стараясь не мешать этим людям медитирующим, меня очень сильно заинтересовала техника медитации, в которой они находятся. И я мысленно задал вопрос. Интересно, что же они делают? Могли бы мне кто-то из этих людей подсказать впоследствии, какова техника этой медитации? Оглядевшись по кругу, вокруг себя, я увидел витражные стекла, похожие на католические, на которых было очень красивое начертание или образы каких-то святых. В этот момент, когда я все это почувствовал, подумал, в этот момент началась сильная буря за окном. Как знаешь, как будто в апокалиптических фильмах открываются ставни, стекла, ветер, гром, молнии, очень большое количество молний. И люди, которые передо мной сидели вот так полукругом, они все стали истошно кричать Ом, падать Ниц. И кто на какой язык использовал, даже сложно сказать, но многие из них кричали Ом. И я вот стою по центру зала. Я был в недоумении, и потом я им сказал, не нужно мне кланяться, вы что делаете? Понятно же, что кроме меня их никого нет в зале. Я стою по центру, и вот это вот все началось. Я так высказался. В этот момент, как только я высказался, некая сила, прямо холодок по спине, волна этой энергии по спине, некая сила меня разворачивает в сторону выхода. И у меня колени подкашиваются, я падаю на колени, встаю на колени, и передо мной стоит человек в небольшом, небольшого, совершенно небольшого роста, в капюшоне. Капюшон был закрыт, копна волос из-под капюшона. Капюшон был удивительно красивый. Это был синий, светло-светло-синий, такой люминесцентный, я бы сказал, светящийся капюшон-балахон длинный. В одной руке у него была трость. И вот он стоял и смотрел на меня. Вокруг него, сзади него, полукругом стояли люди в белом. Я потом их узнал некоторых уже в путтапарте. Молодые люди стояли. Но мне показалось, что даже это ангелы, они в образе людей были, но они были очень-очень красивыми. И вот этот вот невысокого роста человек, которого я не знал на тот момент, он сфокусировав на меня взгляд, поймал мой взгляд, и я провалился в эти глаза. В какой-то момент я не мог оторвать глаз вообще. И я был в таком состоянии, где были только его глаза, и больше ничего не было в этом мире. Через буквально некоторое мгновение он поднял руку вот таким образом, выставив палец, и трижды мне сказал, ты должен, ты должен, ты должен. В момент, когда у меня подкосились ноги, и я увидел этого человека, мои челюсти без моего ведома, без моего сознания, просто сами челюсти, нижняя челюсть, и вообще губы, и мое тело произнесло «Бог». И я знал, что передо мной стоит Бог. Но мой ум мне говорит, так не бывает. Бог не может быть в человеческом теле. Бог – это вездесущее нечто. О каком Боге речь идет? Но я точно знал, что передо мной стоит Бог. И вот когда это все произошло, он мне сказал трижды, ты должен. В этот момент это была инициация в Дхарму, это был его мощный посыл к тому, что я должен сделать в этой жизни в плане собственной реализации, ну и может быть каких-то внешних проявлений этой реализации. Это было первое, совершенно первое, необъяснимое, удивительное знакомство с аватаром Шри Сатья Сайбаба. Я впоследствии узнал, что его зовут Шри Сатья Сайбаба. Я не помнил об этом. Но когда я был организатором, участником хора на день рождения, это был 2005 год, если я не ошибаюсь, там выступало очень много русских, и Сайбаба потом сказал, что вы все были моими преданными тогда, когда я был Кришной. И многие из вас были гопиками, гопи и гопиками. Ну, я понимаю, что с точки зрения йогического аспекта, гопики, ну или гопи, это те, кто контролирует свои чувства, те, кто находится в Аскезе, не только те, кто является возлюбленными Кришной. Вот Сайбаба сказал о таком. Поэтому в этом воплощении первая встреча с ним непосредственно была таким образом. Через буквально несколько лет я увидел видеозаписи, где я узнал его, и уже с этого момента фокусировался все время на нем. Но когда я осознал, что это Бог, для меня сначала была такая дилемма, двойственность, как же так? Но доверяясь вот этому внутреннему и чувствуя всю эту силу, мощь, которая была, и самое главное, этот фокус глаза в глаза и сердце в сердце, как говорится, передавая все это ощущение божественности, ни с чем не сравнимое абсолютно, никак не объяснимое на тот момент, во всяком случае, у меня не было никаких сомнений. И надо сказать, что моя духовная практика садхана на тот момент стала все лучше и лучше. Через буквально некоторое время он снова стал приходить. То есть с того момента начались очень серьезные интервью, которые, по сути, являлись руководствующими для меня. Ну вот первое такое вот. Ну давай я немножко расскажу и свой опыт, и заодно. Да, конечно. Смотри, во-первых, я узнал о Сати Сай приблизительно в это же время, ну может быть, есть приблизительно где-то 90-91, и поскольку я на сегодняшний момент уже издал три книги с воспоминаниями про Сати Сай, там, в общем, очень много этих историй я описываю. Это буквально, так сказать, с разных-разных сторон на меня начала как бы как волна идти эта информация. Так сказать, встречались какие-то люди, которые показывали видеозаписи. Только живя в Москве, конечно, я встречался с одним индусом, студентом с другим, они оказались преданными Сати Сай. То есть это было сразу с многих-многих сторон. Это не было через мистическое такое переживание, как у тебя, но тем не менее это было как вот много-много информации. Тогда, конец 80-х, начало 90-х, как мы все, наверное, помним, огромный просто поток информации на разные-разные исторические темы начал на нас, в общем, вполне счастливо, так сказать, обрушиваться, потому что это все было запрещено. И, конечно же, я помню, что информация у Сати Сай, она была совершенно особенной. Ну, это совершенно особенно. И, ты знаешь, когда один из вот московских бизнесменов, который съездил к тому времени пару раз в Америку, то есть конец 80-х, начало 90-х совсем, и он встречался с преданными Сати Сай там в Соединенных Штатах, а там-то это все 60-х годов, даже с 50-х, в общем, развивалась традиция Сати Сая. И он мне, так сказать, сказал, да, это вот воплощение Шива, воплощение Бога. И впоследствии, ты знаешь, я с юмором к этому отнесся, потому что, смотри, как создал вот эту игру Бога-Ван, да, Сати Сай. На тот момент вот для меня вот Шива – это было все. То есть я практиковал йогу уже там с детства, так сказать, я читал какие-то книги. И как бы для меня вот Шива – это было творение, это первое гуру вселенной, это высший йогин. И вот тот человек, который, ну, впоследствии с ним много общался, был бизнесменом, он интересовался хатха-йогой, даже, может, не особенно даже духовными аспектами, приехав из Америки, показав мне телевидение, он сказал, что вот там в Америке мне сказали, индуйцы, американцы, с которыми я общался, говорит этот человек, что вот это вот воплощение Шива, воплощение Бога. Говорит, Шива и Бог – это была та уловка, на которую я тут же отреагировал. Потому что я сейчас, конечно, понимаю, что это вот Шива, Вишну, Аллах, Саваоф, абсолютно сознание – это все едино. Да, но как бы на тот момент вот слово, что это воплощение Шива, был как бы включением какой-то кодовой программы внутри меня. И если бы кто-то сказал, что это воплощение кого-то другого, не знаю, вот так бы я среагировал на это или нет. Конечно же, в какой-то момент, ну, ты знаешь, как бы я всегда больше интересовался, на самом-то деле, конечно же, внутренними практиками. И, в общем, внешние чудеса сати-сайта для меня действительно всегда были, являются как визитными карточками. Как ты помнишь, он сам говорил, что что такое чудеса – это визитные карточки. И, в общем, на самом деле это действительно проявление милости. Для кого-то это играет большую роль, для кого-то – меньшую. Наверное, смешно, когда кто-то обвиняется от сати-сайта. Знаешь, в Индии, на самом деле, ведь очень много его признают как божественную инкарнацию. И очень много духовных традиций, которые полностью его отрицают. В какой-то момент для меня это было странно, а с другой стороны, это часть милая. Ты уже упомянул, например, Кришну, давай вспомним Шри Раму, давай вспомним Иисуса Христа, давай вспомним Будду. Во времена Кришну было куча мудрецов и учителей духовных, которые отрицали Кришну. Во времена было то же самое. Поэтому и сейчас много достаточно духовных традиций очень почти относятся к нему. Это и Далай-лама, это и Кармапа, это Шри Рами Шанкар. Это, конечно же, Ганапачи Танадасвами. Буквально через дорогу находится его ашрам. И Ганапачи Танадасвами многократно встречался с Отецой. Мне очень повезло, когда в 2008 году была их такая историческая открытая встреча. Я как раз сидел прямо в первом ряду. При этом встреча, о которой я не знал, но я оказался в Кутапарте, когда Ганапачи Танадасвами приехал в 2008 году. Есть знаменитые фотографии. И другие встречи Ганапачи Танадасвами с Отецами были секретными. В Майсурии, в Бунгалоре они никогда это не афишировали. Я это всегда знал, потому что я всегда подолгу жил Ганапачи Танадасвами. И сам Ганапачи Танадасвами не человек, это божественная инкарнация. Но даже он на своем уровне состоит от этого высшего воплощения Сати Сая. Я мог бы так с одним моим индийским знакомым. Там в Москве, это был какой-то там 91-й или что-то в этом роде год. Мы с ним потом много лет дружили в Кутапарте. Честно сказать, потом он как-то исчез из моей жизни. Не знаю, что с ним сейчас. Мы с ним ехали на инсталлаторе в метро. И вдруг этот индус в Москве, поскольку 91-й год, достает маленький портрет Сати Сая в календаре, где говорит, ты знаешь, вот каждая фотография, почему на него снизошло, это вот когда он поднимается в самый неподходящий момент, но как-то понимаешь, что в милости выбирает подходящий с нашей точки зрения. И он говорит, ты знаешь, вот каждый портрет Сати Сая живой. И в принципе, ты с верой произнесешь аплёную мантру, ну, он начал произносить мантру Ом Шри Сати Сая Рам. Вот это одна из очень тонких мантр. Кто услышит, тот услышит. И представляешь, мы едем с ним на этом складывание вверх, он произносит эту мантру, и прямо при мне оттуда сыпется пепел. Как на меня это произвело впечатление, да, так сказать, и тогда это была первая материализация, которую я видел, впоследствии было очень много, но я счастлив в том, что с первого раза я увидел в этом не чудо, некое материальное, а я почувствовал снисхождение колоссальной милости. Я почувствовал, что для этого человека это вот этот момент. И на самом-то деле, действительно, мне очень повезло, что на протяжении восьми лет, в 93-м где-то приехал первый раз, на протяжении восьми лет до 2000-го года я был достаточно часто переводчиком для Сати Сая, я не был единственным, я всегда это подчеркиваю, потому что параллельно было еще 5-6 человек, которые тоже очень много переводили для Сати Сая, поэтому я всегда подчеркиваю, я ни в коем случае не единственный и неповторимый, я один из других, просто, может быть, сейчас я больше делюсь своими историями, да, и надеюсь, что другие, те, кто жив, кто-то уже ушел, на самом деле, из переводчиков Сати Сая тоже начнут больше делиться, на самом деле, я думаю, что это очень важно. И вот ты произнес уже несколько раз сакральное слово «интервью», о чем будет мой следующий вопрос. Вообще, комментируя вот твою первую встречу с Сати Сая, я могу сказать, что собирая материалы, иногда не специально даже, просто я общался с огромным количеством людей из разных стран в Кутапарте, сейчас я понимаю, что Сати Сая давал мне материалы для моих книг, тогда я это просто собирал как информацию, я встречал целый ряд людей, которые, так же, как ты, узнавали первый раз о Сати Сая через мистические сновидения, которые ты уже обозначил в «Интервью», когда люди, скажем, из Германии, из России, из Дании, я знаю, так сказать, из... в Латинской Америке я встречал этих людей, да, когда люди получали мистические сны, встречались с Сати Сая, понимали, что это высшая базарственность, воплощенная на Земле, просыпались, и потом через несколько недель или через несколько месяцев видели его фотографии, видео, и это действительно потрясающе, когда он призывает нас кем, вот преданных, буквально совершенно колоссальным образом. И для меня, как для человека, который получил очень большой опыт личного общения, я счастлив, что я, на самом деле, получил такой опыт, потому что, когда я переводил на протяжении, так сказать, какого-то количества лет, я жил частично в ашраме моего учителя Йогера Маяха, потом переезжал в ашрам Сати Сая Бабе, и это тоже было очень важно, да, то есть ашрам Сати Сая, самый крупный ашрам мира, и ашрам Йогера Маяха, о чем я вот недавно начал оставлять тоже викра, я посетил, так сказать, 15 лет спустя, что называется, ашрам, место, где родился Йогера Маяха, он очень по-крею йоги, его гробницу, да, самый маленький, то есть там 2-3 ученика рядом с ним, вот, и для меня было очень важно, что, конечно, космическое сознание и Йогера Маяха, он абсолютно понимал, кто такой Сати Сая, очень крупно какие-то комментарии, поэтому поводу, я помню, как раз 3, наверное, или 4 при мне пытались выяснять у Йогера Маяха, кто же такой Сати Сая, он дал совершенно колоссальные, такие сжатые ответы, один из ответов был, это один из главных учителей нашей традиции кри-йоге, точка, а потом спустя какое-то время он сказал, это очень хороший объект для медитации, медитируйте на него, точка, вот, и один раз он сказал, что да, это воплощение Шри Бесай Бабы, точка, вот такие вот 3 послания от Йогера Маяха, нам вообще надо сказать, что Йогера Маяха, прежде чем встретиться с Мухатаром Бабы, первой его учитель был Шри Бесай Баба, и духовный путь Йогера Маяха начинался именно с Шри Бесай Бабы, что достаточно тоже очень, на мой взгляд, важно и интересно, ты знаешь, я еще раз, еще раз повторюсь, что я счастлив, что непосредственно общался очень много с Сати Сая, но честно скажу, что даже для такого человека, как я, интервью все равно важнее, потому что, увы, увы, я видел очень много людей, которые либо так же, как я, либо принципиально даже больше, чем я, вот физически пообщались с Сати Саем, а потом обезьянь и ум играл с ними колоссальную жестокую шумку, и они становились борцами против Сати Сая, оппонентами Сати Сая, пытались разоблачить его и так далее. Почему? Потому что только интервью дает, ну, хотя бы проблеск понимания вообще, кто он и что. Так, следующий вопрос к тебе. Расскажи нашим зрителям все-таки, что такое интервью. Даже не хочу сейчас детализировать этот вопрос, вот просто все, что тебе придет в голову, что такое интервью, что такое вот эта внутренняя связь, о которой сам Сати Сая говорил, он уже говорил, не старайтесь получить интервью, внешнюю связь, вот этого внутренняя. Что такое интервью? Ну, ты так много раз упомянул великих учителей, ганапати сад читананда с вами, шри йоги рамаяха, я все-таки в лице тебя уже, как говорится, хочу поприветствовать их, потому что на тонком плане все мастера и ситхи, они с нами присутствуют, прямо сейчас это происходит. И в реальности сознание растворенное всех высоких мастеров, кто оставили, покинули это тело, по сути, да, но продолжают работать, они всегда вместе с нами. И наши практики, кри йоги, которые происходят с людьми, они всегда благословлены этими мастерами. В лице уже аватара сати сай, бабаджи, махаватара бабаджи, бабаджи проявленного, и так далее. Поэтому низкий поклон, подам намаскар, и это очень важный момент. Кстати, гонапати садчитананда, он говорил так, я мизинец сати сай, баба. Такое отношение. Сати сай, это мой дядюшка. Дядюшка, да, у них очень близкие отношения. Но мне удалось для себя, для самого, на тот момент, когда я понимал, что есть очень приближенные к сае бабе люди, и я очень радовался за них. И у меня всегда возникал вопрос, а кто же я сае бабе? Кто же вообще я такой для сати сае? И однажды сае баба показал, кто я такой. Касательно вот этих интервью, я с тобой полностью согласен, я скажу словами сае бабе. Он говорит, вы все стремитесь на интервью, но я вам хочу сказать, что интервью, интервью, интервью. Он трижды сказал это. Почему? Потому что, когда вы приходите на интервью, ты вот как раз это очень заметил, очень важно. Вы приходите на интервью, вы слушаете сае бабу, это баба говорит. Ну, может быть, не так буквально, но очень приближенно. Вы просите, баба вам дает очень многое. Но потом вы уходите и остаетесь теми же, кто и были. Но когда я прихожу к вам в интервью, я меняю вас на всех уровнях. Это величайшая способность аватара, который, используя свои принципы вездесущного, вездесущности как таковой, да, используя эти принципы, он имеет способность или возможность помогать сразу бесконечному, бесчисленному количеству людей, потому что он находится в сердце каждого. мы знаем, что у саи бабы это то, что известно. Было 25 аспектов Абсолюта. Это то, что известно. Где 16 аспект, это способность быть в сердце каждого живого существа. Только Бог может это. Когда ему задали вопрос, баба, а как понять, что ты Бог? Он говорит, а вы проверьте меня. Проверьте, каким образом. То есть, человеку должна быть такая глубокая убежденность вера сначала доверия, потом вера и еще способность сознания проникнуть в сферы своего сердца для того, чтобы найти саи там. Но, как правило, это очень сложно сделать обычным людям, поэтому саи баба сам приходил в интервью. Независимо от того, знает об этом человек или нет, через какое-то время впоследствии человек узнавал, что это саи саи. Очень много примеров спасения жизни людей. Очень много примеров. Кстати, мою мать Саи Баба спас от смерти. И при этом она не была такой преданной. Она о нем знала, но не была такой преданной. Сейчас совершенно по-другому, конечно. Отношение другое. Если будет время, я на эту тему могу рассказать. Это уникальная вообще ситуация, где Баба показал мне и ей, кто он и как он работает с людьми. У моего покойного брата сейчас его нет. Он на 9 лет младше меня был. Он ушел в свой 31 год рождения и на протяжении всей жизни болел он тяжелым заболеванием, такой, в общем, кармой обладал, скажем, при котором после рождения он мог прожить 3-5 лет. Баба ему дал жизнь до 31 года. И все эти годы он сопровождал его, мы были с ним во шраме несколько раз, в какой-то степени он даже исцелил его на время для того, чтобы было осознание определенное. И у него было очень много кровоизлияния. И после каждого или во время или перед каждым кровоизлиянием баба приходил и ко мне и к нему и помогал. То есть у человека, который каждый год испытывал кровоизлияние тяжелой формы, не происходило никаких отключений органов и систем. То есть он буквально через неделю выходил из больницы и продолжал служение. Я хочу сказать, что мой брат покойный, который сейчас находится в высоких сферах и слился с Бхагаваном, он дожил до 31 года. За пять дней до дня рождения он покинул тело в силу обстоятельств. Он был мусульмански настроен. То есть для него Сатья Сайбаба это не был человек или воплощение Бога. Он понимал, что это нечто очень возвышенное и высокое. Это очень важный момент. При этом он, сидя на Даршане, молился Всевышнему Аллаху, читая мусульманские молитвы. И все это время Сайбаба сопровождал его и помогал. В конечном итоге мой брат он осознал, что это сущность, которая неописуема ни в каком виде и нет слов, чтобы описать в Хагаваном. Мы пытаемся это сделать на самом деле. Но это очень, это невозможно. Потому что его непостижимость, которую он призывал любить нас, которую, то есть любите мою неопределенность, он говорил Сайбаба. Она не позволяет сказать конкретно определенно, кто это. Мы можем только сказать, это Бог, Творец, воплощение, Шива Шакти, энергия, это абсолют или проявленный, это просто слова. Но в реальности качества, которые нес в себе Сатья Сай, они каким-то образом могут показать, кто это. И вот я хотел сказать, что каждый раз, когда у моего покойного брата каждый год по одному кровоизлиянию было, каждый раз Сайбаба приходил, воплощался через энергию ко мне и к нему. И давал четкие указания, понимания и давал помощь, оказывал помощь. И с человеком ничего не происходило. Обычно после кровоизлияния очень люди долго восстанавливаются, не работают руки и ноги. У него все было в порядке. То есть он выходил из этого состояния, у него было пять кровоизлияний каждый год. Он выходил из этого состояния и снова продолжал общаться с людьми, работать и находился в служении. Это, кстати, на моего брата. Кстати говоря, в 2005 году Сайбаба в ночь на Махашеваратри забрал меня и моего брата на интервью. Я узнал это потом от него. Мы спали в разных местах, в разных нордах. Он забрал его и меня. В одно и то же время мы были у Сайбабы в этой так называемой секретной комнатке, куда он заводил отдельно. В тонком теле, да? В тонком теле, да. И я знаю это место, я знаю, как всё выглядит. То есть, это в реальности намного реальнее, чем физическое присутствие где-то. Мы знаем, что физический мир это всего лишь проявление, иллюзорное в большей степени проявление. Тонкий план намного реальнее. И йоги об этом знают, и сейчас просто люди об этом знают. Вот. Поэтому всё начинается с тонкого плана и выходит вот сюда, на этот физический мир. Но ум человеческий, он настроен на то, что можно пощупать и потрогать. И когда мне говорят, ну хорошо, интервью это интересно. А вот ты физически был на интервью или нет? То есть, всё-таки доминанта у человека показать, что он физически был. Я могу сказать, что я физически на интервью не был, за исключением того момента, когда я приблизился к Сае Бабе, после того, как он благословил на концерт русского хора. приблизился одним из первых к нему. И присев, он сидел вот на своём кресле, подойдя к нему, я мысленно, посмотрев ему в глаза, сказал, можно я сделаю под намаскар? Это мгновенно. Давай так, поясним для людей, под намаскар, значит, дотронуться до стоп. Да, можно я дотронусь до стоп, да. И Баба на меня посмотрел, ничего не говоря внешне, мысленно, телепатически мне говорит, зачем тебе это? Мы же с тобой едины, кому ты хочешь сделать под намаскар? И в этот момент потом подошло огромное количество людей, мы фотографировались и так далее, Баба на меня посмотрел, я всё время смотрел на него. Он говорит, посмотри туда, то есть, давай сфотографируемся. Это, пожалуй, было единственное внешнее общение, но хотя его тоже внешним очень сложно назвать. Все остальные общения у меня были только внутри, они были с практикой связаны. Все эти общения были связаны с работой в миру, все эти общения внутренние, интервью. Интервью, то есть, это внутреннее общение через сон в основном, либо в медитации. Они были связаны с реализацией. Я уже как-то говорил, что в ночь на инициацию в крия практики, когда я был в Аллахабаде в святом месте, на месте Праякса, и Баба мотивизовал свое тело, взял меня на руки, он был очень сильный, очень большой достаточно, взял меня на руки и положил на колени лицом вниз, то есть, спиной вверх я лежал. Я поднял вот так голову и посмотрел на него. Я говорю, Баба, ты пришел, чтобы благословить меня? Он говорит, да, ты мой. Это было сказано прямо, четко и ясно. Затем, что он сделал? Он провел по позвоночнику от затылка до копчика рукой вот таким образом. И я испытал непонятные ощущения. Затем он поцеловал меня в позвоночник. Мне было невольно, немножко, знаете, мне было неудобно. Я не успел сделать омовение после сна. Мне казалось, что я вспотел и это произошло ночью. Это жара, Аллахаббат. И мне было так неудобно. Как же так? Аватар мне нару... А потом я расслабился и думаю, все, все есть Бог. Он мне поцеловал в позвоночник. Позже я узнал, что поцелуй в позвоночник это благословение алтаря. Наш позвоночник есть алтарь Бога. Затем он положил свою ладонь правую мне на область продолговатого мозга мидула блангата и дал такой мощный поток, что мои тела, вот так, как вот струна вибрирующая, вышли одно из другого. И я вошел в духовный транс на определенное время и потом потихонечку эти тела вернулись. И в этот момент мир преобразился в моем сознании и он сказал, что сейчас я тебе дал шактепат. Шактепат это передача энергии Духа Святого. И Крия тогда стала работать по-настоящему. У меня нет учителей в этом мире за исключением тех, кого я люблю и как учителей имеется в виду, и кому я отношусь очень хорошо. Вот. Уважение как единство, как традиция. Да, действительно, это очень-очень такая важная твоя рассказа. Я очень благодарен, что ты это рассказываешь, потому что я знаю, что, в общем, делиться этими вещами вроде бы и нужно, но и всегда это очень сложно. На самом деле, это действительно тоже большая миссия делиться такими опытами. И когда мы говорим про интервью, конечно же, это может быть медитация, и это может быть мистическое сны. И Сатя Сайбаба в общем очень активно использовал и использует, несмотря на то, что в 2011 году весной он покинул это тело, ну, как бы это странно говорить в божественной инкарнации, и до сих пор, в общем, он очень активен именно в мире мистических снов, и для меня персональное вообще основное сновидение это очень-очень важная тема, я этим давно очень интересуюсь и практикую, стараюсь обучать людей, хотя это очень сложно, потому что там частично можно обучить, частично должны быть наработки из прошлой жизни, конечно же, и вообще высший смысл йоги осознанных сновидений это встреча с высшими учителями, такими как в частности Сатя Сайбаба, Махатор Бабаджи, многими другими, и тогда происходит вот этот шахтипад, эта передача, иногда даже может быть и вербальная какая-то передача информации, инициаций, но в большей степени конечно это важность передачи энергии, милости, Святого Духа, и ты знаешь, я вспоминаю, что когда я многократно переводил, общался с Сатя Сайбаба в его одной комнатке, в другой комнатке, конечно, я старался все время переводить так, чтобы было возможность у людей получить ответы, всегда были паузы, когда Сатя Сайбаба возможность поговорить, не задать какие-то вопросы, и иногда он просто брал меня на интервью, то есть иногда я шел как переводчик, иногда я шел именно на интервью, чтобы пообщаться с ним физически, это значит, я могу сказать, что когда я выходил из этой комнаты, в которой он общался непосредственно, ну, как, так сказать, некоторые из наших зрителей это хорошо знают, кто-то нет, давайте рассказывать чуть-чуть шире, обычно он принимал, встреча длилась час, полтора, могла длиться минут 40, и, как правило, там присутствовало 10, 20, 25 человек, если индивидуально, он хотел с кем-то поговорить, была отдельная комната, минут 5 он мог 10 там тоже пообщаться, и, ты знаешь, когда я выходил вот из таких вот интервью, на которых я переводил, или просто он меня приглашал, чтобы со мной пообщаться, я замечался, вот три дня, вот три дня, я смотрел вокруг, я видел весь мир сделан из божественного света, то есть это был не результат медитации, это был просто результат схождения вот этой колоссальной энергии, когда в течение 40 минут, час, высшее божество, сконцентрированное на тебе, а переводчик это очень интересная работа и миссия, когда в любом случае он может быть с каждым говорить, он говорит через меня, поэтому проходит какая-то энергия, я выходил, и вот я... Она была очень приятной, в конечной гене, ну, так сказать, это вот здания, небо, люди, все сделано из божественного света, о чем мы вообще говорим, куда мы, какая суета, мы все сделаем, все сделано из божественного света, и, конечно же, я пару раз, какой-то количество раз встречался с такими ситуациями, когда кто-то приходил вместе со мной, с какими-то другими группами, люди общались с Атисай, потом выходили и говорили, ну, и что, а мы ничего не почувствовали, почему люди хотят это интервью, ну, что такое, ну, да, он там что-то сказал такой несуразный, материализовал что-то, и я был удивлен, я видел совершенно другие пространства, в этом смысле интервью, то есть это мистическое переживание, так сказать, высшего божественного учителя, оно более ценное, что не отрицает и физическое общение, например, да, ты сейчас вспоминал, как в 2005 году ты подошел к нему близко, потому что ты, так сказать, ты руководил хором тогда из России, но, как бы, это все равно это большой опыт, да, но все равно, скажем, когда я общаюсь с большим количеством преданных, вот эти интервью, то есть внутренние встречи с ним, прельсами, мистических снах, вот они колоссально трансформируют действительно огромное количество людей, иногда это бывает и в медитации, давайте тоже не будем это вычеркивать, сейчас на гробнице с Атисай, люди получают колоссальные опыты, но вот это, прежде всего, это, конечно, самое-самое главное, ты знаешь, один из моих вопросов, который я подготовил в нашей эпизоде, конечно, это был вопрос о Шахтипате, и ты уже начал вот эту тему, я думаю, что, ты знаешь, она вообще одна из самых главных, а может даже вообще самая главная в контексте воплощения с Атисай, воплощения, хорошо, Кришна, Будда, Иисуса Христа, Заратустры, пророка Мухаммеда, то есть всех высших явителей божественных, я, в общем, склонен достаточно несклонно так говорить такую вещь, что философию в принципе могут дать философы, ну, я философ, я могу вам дать философию, куча книг, вот у меня здесь куча книг, вы можете изучать философию, техники, ну, да, так сказать, это тоже нужно уметь давать техники, но много учителей, которые хорошо дают технику, но есть нечто, что ни один человек дать не может, и это вот настоящий божественный шахтипат, то есть когда выходил с Атисай, вот он проходил, проходил по женской половине, потом по мужской половине вот этого храма-мандира, мог с кем-то поговорить, да и даже на интервью, ведь иногда на физических встречах иногда он мог взять, посмотреть на человека, была такая уникальная женщина, честно сказать, не знаю, желая она ли, думаю, что она уже ушла, потому что она даже в конце 90-х была так сильно старше, из Австралии, звали ее Little Heart, маленькое сердце, она автор одной или двух книг, но она была абсолютно фантастической женщиной, мне удалось с ней пообщаться, кстати говоря, печально, что я не вспоминаю и они в своих книгах, наверное, в следующей книге должны написать, и она мне рассказала, что она получила всего лишь один раз интервью, физически, да, и когда она была в комнате с Аттесой, он повернулся к мне и спросил, как вы поживаете, сэр? Женщина из Австралии, как вы поживаете, сэр? Он говорит, сайрам с вами сейчас будет здесь. Все, никаких физических разговоров больше не было, но она была настолько едина с этим абсолютным сознанием Сайбабы, что сам Сайбабы называл ее иногда, это мой секретарь, то есть, если вот совсем вы не можете почувствовать, он общался с каждым человеком персонально. Деликатные темы, много сейчас контактеров, которые пытаются влезть между людьми с Аттесой, сказать, что они там, да, с Аттесой был очень строгим, он говорил, я общаюсь с каждым непосредственно от сердца к сердцу, если надо, я приду к вам во сне медитацию, но иногда он говорил, что вот иногда вы можете, она называла ее мой секретарь, но она находилась постоянно, постоянно в этом потоке, на тот момент, ну, середина, вторая была на 90-е, когда я, я посещал в Айтхилде, здесь рядом с Бунгалором, я понимал, что я там с утра до вечера сижу с Аттесой, но я не ощущаю его в такой степени, как она, да, поэтому вот это значимость интервью и интервью, да, и дальше шахтепат, вот шахтепат, то, что может дать только Махаватар Бабаджи, только с Аттесой, философию, технике, кучу людей может дать, но вот это может дать только высший учитель, и мне кажется, не знаю, согласились ли это со мной или нет, но на мой взгляд, когда он выходил с Аттесой, и он, вообще-то говоря, сиял этим шахтепатом, но кто-то был готов его принять, а кто-то нет. Все зависит от уровня сознания и восприятия людей, совершенно верно. Я могу ответить, да? Пожалуйста, поговори про шахтепат, расскажи про шахтепат, вот это очень такая важнейшая тема. Есть обращение к людям от Аттеса и Бабы, он сказал очень важную вещь. В каком году сейчас, может быть, и не важно, потому что все его слова, о которых он говорит, они вечные, они за пределом времени. Он сказал очень важную вещь такую. Зачем вы гоняетесь за энергиями человеческих святых? Никто вам не может дать больше, чем аватар. Это как раз то, о чем ты говоришь. Именно аватар пришел на землю, именно аватары, пришедшие на землю, могут дать то, что так необходимо людям. Учителя, которых мы очень любим и уважаем в этом мире, в этой жизни, они являются инструментами в руках, но это трансмиссионные передатчики, так скажем, которые снижают энергии для того, чтобы передать их людям. Конечно, они напрямую могут сами, реализованные мастера напрямую сами получают эту энергию от Бога, скажем, от Творца из Абсолюта, но люди не готовы к передаче такой интенсивной силы духовного тока, но тем не менее, именно аватар дает готовым душам либо мокшу, либо дживан, мукти, освобождение при жизни, либо освобождение полностью, либо то, что называется шакти-пад, но шакти – это энергия, знаем, это как бы передача этой духовной силы, силы духа, и, соответственно, качество этой энергии может быть высоким только у одного, это у Творца, который проявил себя таким образом. Мы знаем, что Сайбаба не является человеком, мы знаем, что это не человеческая форма, потому что даже при рождении лингома, его температура повышалась при том, когда он создавал этот лингом, она повышалась больше 400 градусов по Цельсию, его изучали, его пытались каким-то образом понять, что происходит, как эта, скажем, температура вообще умещается в этом маленьком с виду хрупком теле. Дело в том, чтобы расплавить золото, ну, объясню, как я это вижу, значит, он силой сознания собирает атомы из пространства, из эфира, из акаши, собирает атомы, принадлежащие золоту, это высочайшая идея, и формируется это все в области желудка, и это расплавленная лава, которая свыше 1200-300 градусов, золото плавится при этой температуре, она формируется здесь, затем он ее поднимает по пищеводу, и уже здесь она формируется в большой лингом, который не имеет плотности внутри, то есть это кусок золота, который сформирован, еще горячий, поэтому, конечно же, это не человеческое рождение. Соответственно, Сайбаба никогда не занимался тем, что он копировал что-то, он всегда говорил, я создаю из ничего, сотворяет, то есть он, когда говорят материализация, люди немного путают, что такое вообще понятие материализации, и вот та энергия чистая, всегда существующая, изначально, никогда не повторяющаяся, энергия духа, которая всегда преобразует саму себя, то есть она никогда не происходит одинаково, это всегда новое состояние, оно дается каждому человеку снова и снова в жизнь, но, конечно же, не все люди к этому готовы, поэтому кому-то эта энергия достается через учителя, и они восхваляют своего учителя и говорят, мой учитель самый лучший, некоторые умельцы даже говорят, что их учитель выше, чем Сайбаба, потому что они от Сайбабы не чувствуют такого, как от своего гуру, но у них связь кармическая, конечно, он будет это чувствовать от гуру, и он любит своего гуру, поэтому ему это ближе, энергия Сайбабы, энергия Аватара, она через гуру ближе этому ученику, и мы не можем сказать, что он не прав, так и есть, просто он готов к этой форме восприятия, конечно же, Шактипад, само понятие Шактипад, оно очень объемно, что передается в этот момент, разве можно описать то, что может быть передано в этот момент, это вся Вселенная, вся Вселенная благодаря Шактипаду существует, по сути, когда Творец отделил себя от самого себя, создав эту Вселенную, создав супруг своих, множество, до проявления этой одной Вселенной, Ади Шакти, изначальную силу Вселенскую, он когда создавал, он это сделал посредством Шактипада, затем проявились множество, множество других видов форм проявленной Вселенной, и мы называем это различные боги, богини, в общем, вся, как говорится, иерархия, это все благодаря Шактипаду, и представляешь, какая колоссальная форма знаний, проявленной Вселенной, может быть передана в момент, и распаковывать это послание, этот Шактипад, который передается, распаковывать приходится всю свою жизнь, когда, допустим, мы говорим о каких-то вещах околоземных, философских, или когда мы говорим о вещах околоастральных, мы учитывать должны еще все остальные сферы или измерения, все в этот Шактипад входит. Это не просто, чтобы загорелась энергия в основании копчика кундалини, каким-то образом она пробудилась, нет, конечно, это не только с этим связано, но это, я имею в виду, не чисто технический момент, Шактипад это передача всей, абсолютной, всей силы любви, знаний абсолютных, мудрости, опыта, всего вселенского, ну, проще говоря, Саибаба в виде Шактипада передает самого себя. И он таким образом показывает, насколько мы близки. А сможем ли мы унести это знание, зависит от нашего сознания, от того, насколько мы можем реализовать свой мозг, от того, насколько мы можем, его пробудив, реализовать свое знание внутри себя, пробудить это знание, потому что ты ведь знаешь, когда у нас 6 чувствительных спинальных центров, но люди это чакрами называют, когда в них заложена эта сила вселенская и знание об этом всем заложено в этих чакрах. Пробудив их, мы начинаем понимать, что является из себя этот Шактипад. И вот это, конечно, это дело всей жизни, а может быть и многих воплощений. Но я знаю, что те, кто получили Шактипад в этой жизни в той или иной степени, через учителей, мастеров, либо через непосредственно сам аватар, это, наверное, последняя жизнь, последнее воплощение. Потому что нет необходимости больше застревать в физическом только. Конечно, этот мастер может вернуться потом. Он может сделать так, что он снова придет, это уже будет малая форма аватара, скажем, как некоторые мастера, они приходят сознательно, они воплощаются для того, чтобы. Это зависит уже от личного внутреннего решения. Мы же знаем, что даже в буддизме существует два типа освобождения. это хинаяна и махаяна. То есть, есть личное освобождение и всеобщее, великое, во имя которого тот же Будда отказался от пребывания в запредельном мире блаженства и находится в междумирье для помощи людям. Вот почему еще можно ему молиться, допустим, да, многие буддисты, они молятся. Однажды была такая история, когда сидел один мастер, медитировал буддийским ламам, допустим, и женщина истошно молилась о помощи Будде. И лама посмотрел на нее и говорит, кому ты молишься? Он находится в нирване, ему совершенно без разницы, он не находится в мире желаний, ему все равно, что ты просишь у него, потому что он находится в нирване. Но в этот момент у женщины все произошло. Это говорит о том, что Будда ответил ей, будучи в нирване, будучи в состоянии вот этого возвышенного присутствия, все-таки имел желание ответить ей. Ну, то есть, это не то желание, которым... Это сострадание. Да, это сострадание. То есть, он остался бодхисаттвой, будучи Буддой, проще говоря. Кстати говоря, в эволюционном аспекте бодхисаттва это очень долгий путь, потому что очень многие мастера находясь в состоянии бодхисаттв не могут выбраться из этого. Они все продолжают и продолжают сострадать миру. А это тоже привязанность в какой-то степени. Да, действительно, шахтипаты, конечно, они исходили из конечного того, давай так условно скажем, физического тела аватара. Физическое тело аватара это величайшее таинство, потому что мы смотрели на физическое тело Сатя Исаевича. Многие обманывались и говорили, вот это вот маленького роста скопной волос, ведь Сатя Исаия был очень маленький по росту. И это ваш бог, некоторые говорят. И это ваш бог, как-то такое может быть. Этого тела, которое является великим таинством, исходило этой энергией. в общем, хотел бы еще раз повторить, что по моим ощущениям каждое мгновение просто кто-то был сонастроен, кто-то нет. Сейчас, после 2011 года, когда он формально покинул это тело, хотя это тоже такая непонятная вещь, как это можно объяснить, бог не пришел, не шел, он всегда присутствовал, тем не менее, хорошо, ладно, формально это тело вроде бы умерло, оно похоронено. И вот эта гробница, величайший артефакт на планете Земля, его гробница в Кутапарте, она является источником этого же артефакта. Кстати говоря, очень печально, что сейчас кое-кто вполне создает теории о том, что это гробницы энергетически бессмысленные и так далее, и так далее. Начинаются какие-то контактеры, которые пытаются на себя забрать внимание людей. Да, тем не менее, эта гробница является источником этой мощности, величайшей артефакт. Мы, опять же, источником величайшей милости шахтипата. Просто люди сейчас даже приезжают, которые никогда не видели его физически, не были в его жизни. Да, они приезжают и ощущают это его присутствие. Конечно же, шахтипат происходит в сновидениях, в мистических сновидениях. Как мы уже говорили, это на самом деле высший смысл. Зачем вообще нужно идти в мир осознанных сновидений? К сожалению, люди идут туда для того, чтобы приобрести сверхспособности, поработать с позитивными намерениями, просто развлечься, полетать. Кошмар полный. Это не так безопасно, уверяю вас, друзья. Вообще, высший смысл, это, конечно, именно встреча. И в общем... Это очень опасно и духовно, и физически. Да-да-да, просто поэтому когда я даю представление по осознанным сновидениям, самая главная тема, давайте выясним, зачем вам это надо. Потому что если вот в этом путаница, то я видел людей, которые колоссально раскрывали свои духовные потенциалы через осознанное сновидение. Если я не встречалась там и с Мухадаром Бабаджи, и с Аттеса, и видел людей, которые потом весь остаток жизни ходили бы к психиатрическим клиникам и отчиткам, так сказать, экзорсизму. То есть это вот такая еще важная вещь. Тем не менее, и так дает Шахтепад. Да, при физическом присутствии аватара это происходит, его гробницы дает Шахтепад. И, конечно, мир осознанных сновидений, мистических, он всегда-всегда с нами и при нас. Еще одна очень важная интересная тема, что действительно Саат Исаия в общем говорил «Я не гуру». Что меня в свое время очень удивляло. Действительно, Бог это не гуру, как бы он дает Шахтепад, а в общем разные учителя могут уже давать различные техники, наставления, писать книги, излагать философские учения. И, так сказать, в моей, например, судьбе, да, было целый ряд очень важных учителей, кстати говоря, христианских старцев, у которых я обучался, общался, тибетские ламы, для меня буддизм, это очень важная тема. Конечно, йоги Рамаях это главный учитель по крии йоги, но при этом источником, как ты рассказал про один из своих Шахтепатов, я знаю, что их было достаточно много в Аллахабаде, в Праяге, когда крия заработала после того, как Саат Исаия провел рукой по спине. Да, вот это делал Саат Исаия. То есть техники можно получить где-то, но чтобы они заработали, должен быть Шахтепат. Тем не менее, ну это так очень смешно, некоторые в Индии духовные традиции говорят, ну Саат Исаия выходил, давал даршан, никаким техникам не давал, вроде бесполезно духовно. Ну понятно, что это полная глупость, кошмар полный, но на самом деле Саат Исаия даже техники давал, и я бы хотел об этом тоже упомянуть, что как минимум три великие техники он давал, и одна из которых это Гай Тримандра, извините, но это величайшая техника. Второе, он давал Джоти-медитацию, она такая полумедитация, да, полу, в общем, подготовительная техника, и он давал величайшую технику кри-йоги, это хамса-садана или медитация со-хам. Именно поэтому абсолютно прав йоги на маях говорят, что Саат Иса это один из величайших учителей кри-йоги, потому что он давал медитацию со-хам, а это означает, что он действительно великий учитель, в том числе дававший техники, положено в его книгах, это есть, так сказать, на некоторых видео, он давал персональной технике именно медитацию сухам, то есть классическую кри-йогу. Я помню, как были случаи, я их описываю в своих уже книгах, когда люди приходили, просили его инициировать в мантру. И надо сказать, что Саат Иса он был вне религии, да, это такая отдельная для меня очень большая интересная тема, где даже печальная, очень много индийских преданных пытаются свести Саат Исаа в общем к индуистскому аватару, что очень как-то понижает всю эту ситуацию. Вопрос не в том, что он Шива или Кришна, он вообще по ту сторону всего, да, это очень важно. И когда приходили к нему люди именно физически в комнату, он гораздо легче благословлял людей на практику их традиционной религии, так сказать, русских, украинских, белорусов, значит, на практику молитвы христианской, представители народов Дагестана, татар, казахов, на намаз, это было гораздо легче. Мантру, он даже, было сложнее от него получить благословение. Были случаи, когда он вообще, так сказать, потрясающе совершенно, к нему приходили люди, просили инициацию в мантру Шива или там Гатри, мантру, он вообще мог посмотреть, на людей и говорить, я вообще не люблю мантру, я вообще с Антонией люблю, люди в шоке. Значит, потом, значит, да и вообще зачем? Говорите на своем языке с Богом, вот и все. Потом проходило там две-три недели, я шел опять с очередной группой переводить, и он говорил, санскрит – это божественный древний язык, несущий особую вибрацию, и я сейчас вас иницирую в Гатри мантру. То есть я, в те времена, это было для меня очень интересно, извините, две недели прошло, что же ты говоришь, сейчас совершенно противоположное. То же самое, рушил все убеждения. Да-да-да, говори. Рушил все убеждения, которые мешали людям пробраться, да. Мне еще, как переводчику, который переводил и то, и другое, да, так сказать, когда приходили люди и говорили, научи нас техникам йоги, на интервью физически в комнате, он говорил, зачем? Здоровье не улучшится, в духовности нет, гордыню себе заработаете. И начинал, так сказать, как Сатя Сайджин, он был колоссальным чувством юмора, то, как кривляться и играть, как Сатя Сайджин, вообще ни один актер в мире не может. Он начинал, так сказать, комично показывать, как бессмысленно эти йоги делают паранайм. Говорит, зачем это вам все это не нужно? Забудьте об этом. Проходит 2-3 недели, приходят люди и тот же Сатя Сайджин, сидя в той же комнате, говорит, я сейчас вам дам важную технику, дыхательную, так сказать, вы должны ее делать, потому что вы сбалансируете энергию и вы подготовите себя к медитации. И я думаю, что же происходит? То есть, это говорит о том, что это был всегда очень персональный подход и одно из самых величайших чудес Сатя Сайджин это персональный подход, учитывая десятки миллионов его преданных. Он имел абсолютно персональный, абсолютно персональный подход. И я хотел бы еще одну маленькую, буквально историю, дальше следующий вопрос тебе задать про Шахтипат, и который, в общем, на самом деле, мой персональный опыт, что Шахтипат еще происходит, он вот так, есть посев, который возрастает через несколько лет. В ситуации, когда он мог кому-то давать какие-то благословения, говорить какие-то фразы, иногда мне он говорил, что вот сейчас ты сидишь в этой комнате, потом через несколько лет, то есть, опять-таки, десяток, какие-то он давал предсказания по моей персональной жизни. То есть, Шахтипат, скажем, сейчас это может быть как посев, дальше, так сказать, он прорастает через несколько лет, когда человек готов и в той степени, в которой он готов. Как я говорил о том, что вот я, выходя из комнаты, по три дня ходил и видел все только в божественное сознание, вот этот опыт, и, я, конечно, внимательно следил о том, чтобы я не перебрал эту энергию. И интервью были иногда раз в неделю, два раза в неделю. Один раз утром я сходил, переводил одной группе и вдруг другая группа, вечером, вечерний Дашин идет тоже в его комнату, русскоговорящая группа, и я тоже иду с ним, потому что они меня попросили. Я уже сижу перед комнатой, так сказать, зовет меня, он и говорит, давай, иди обратно, тебе будет слишком много, позови там другого переводчика, так сказать, и я тогда вернулся, увидел этого другого переводчика в зале и отправил вместо себя. Следующий мой вопрос, не менее сложный, но тем не менее он должен быть задан, это взаимосвязь с Сати-Сайом с Махаватаром Бабаджи. Тема очень важная для огромного количества, на самом деле, преданных Сати-Сайом, для практикующих и Кри-йоги в том числе. Отдельная большая такая тема, ты знаешь, меня всегда это удивляет, что вообще-то, говоря, в Кри-йоговском сообществе ведь часть учителей вполне даже значимых очень понимали, кто такой Сати-Сай. Например, главный ученик Йогананда Бармахамсе Свами Криананда американский, даже в видео есть воспоминаниями о Сати-Сай, он посещал в 60-е годы, очень было глубоко и понимал, при том, что Свами Криананда главный ученик Йогананда, казалось бы, тем не менее. Мой учитель Йоги Рамаях очень понимал, кто такой Сати-Сай. На самом деле, Йогананда Патч-Самда Свами, о котором мы уже вспоминали, ведь это тоже Кри-йоговские гуру, тоже это понимание. Не будем сейчас позорить великих учителей современности, но есть целый ряд, которые этого не понимают, к сожалению, не будем их осуждать в том числе, и подчас известно нам достаточно негативное высказывание некоторых. Это очень странно, такое йоговское эго. Существует такая очень неприятная тема, как йоговское эго, можно там домедитироваться и потом сказать, мне Бог вообще не нужен. Как бы то ни было, да, ведь есть очень много преданных сатя-сай, которые знают про Махатара Бабаджа, медитируют, ощущают его присутствие. Итак, мой вопрос. Какова между ними взаимосвязь? Оба из одного источника. Я так говорю, когда, помнишь, в прошлой беседе я упоминал о святом Махмуд Баба, дагестанский святой, он мусульманин, собственно говоря, который общался с Ширдисой, и при мне это было, и Бабаджи появлялся тогда, когда я присутствовал там. Он как-то очень просто, по-свойски, я бы сказал, даже по-стариковски, посмотрел на человека, на людей, которые там задали такого же подобные вопросы, он говорит, слушайте, корона одна, головы разные. То есть, он очень просто сказал, корона, значит, Сахасрара, между прочим. Да, да, корона, да, ну, то есть, царь один, Сахасрара одна, головы разные. То есть, если мы говорим о том, что есть параматман вечный, садпуруш, пускай назовем его, да, пусть будет так, садпуруш, то есть истина, сам отец, творец, абсолют, то мы уже говорили и в прошлый раз с тобой, и, в общем-то, мы признали это, и сами так чувствуем, что из этого абсолютно постоянно лучами возникают определенные, опять же, шахтипад, да, лучами возникают сущности, которые на разном уровне дают разные какие-то проявления этого одного садпуруша. Махаватар Бабаджи пришел в теле, допустим, Бабаджи Хайдакхан, да, Махаватар Бабаджи воплотился в тело Хайдакхан. К Хайдакхан Бабаджи встретился с Сайбабой. Есть очень хорошее видео, где они вместе идут в Гималаях, но действительно нонсенс, да, получается, один в двоих, и причем они так разговаривают друг с другом, общаются, как будто они не то чтобы там единственные находятся, а просто вот он один вот такой, а этот вот второй, другой, и люди за, значит, вереницей идут за кто за Бабаджи, кто за Сайбабой. Почему все это происходит? Это лилы, это игры. Творец показывает разные модели существования, себя самого одного, он же играет в это. Ему интересно развлекать самого себя, он один, никого нет, кроме него, по сути. Кроме садпуруша никого нет. Но это мое личное переживание, я могу сказать, что испытывая это чувство, будучи уже в этом состоянии, я почувствовал, что очень одиноко. Это вселенское, даже за, за вселенское чувство одиночества, где ты самодостаточен абсолютно, один без другого существуешь, но при этом ты не нуждаясь все же чувствуешь это одиночество, не нуждаясь в том, чтобы создать кого-то, не находясь в зависимости от этого, все равно испытываешь это чувство. Поэтому Творец создал из себя самого Махаватара Бабаджи, проявил себя как Саттисайя Баба, естественно, это единство абсолютное. Но, видимо, в наших сферах, где двойственность, невидимо, а точно, где двойственность, она в большей степени проявлена, это астральная форма, эфирная часть, пусть будет физическая, здесь уже требуется вот этот вот организованный, матричный, образно говоря, принцип, который будет выстраивать модели существования многих проявленных божественных направлений, конфессий в том числе. И поэтому требуются лидеры этих конфессий. Появляется Саттисай Баба, который говорит, я вне конфессии, я не пришел дать новую религию, но я поддерживаю вас в тех, тех, кто любит свою религию и кто идет. Вот, пожалуйста, если человек понял, что он должен выйти за пределы этого влияния этого архитектора, который выстроил это все, один из сыновей Творца, его знают как Люцифер или Ниранджан, многие знают его как архитектора, как силы космической иллюзии и так далее, он выстроил эту модель в нашем пространстве, он находится за ментальными, за каузальными причинами, планами в этой абсолютной моносаравар пустоте сознания. Находясь там, он контролирует вот эти принципы вплоть до физического, вот эти миры, в которых мы сейчас находимся, образно говоря. Если человек хочет выйти за пределы этого всего, он должен переключить свое сознание на абсолют, для того, чтобы выйти из влияния, из-под влияния этого дхарма-кармического аспекта, потому что мы должны здесь соблюдать дхарму, если мы хотим быть соорганизованными. Реальный яркий пример дхарма – это, скажем так, власть, да, ну, то есть иерархия власти, к примеру, да, какие-то военные части, к примеру, да, сам принцип военных, как выстроено все, это иерархия определенная, есть солдат, есть подчиненные, есть вышестоящий начальник. Это все связано с тем, что нам нужно организовать нашу жизнь. Но когда мы добираемся до уровня, который выходит за пределы вот этого вот многогранного, скажем, матричного принципа, ты начинаешь понимать единство всего этого, и ты не нуждаешься уже в том, чтобы быть непосредственно в каком-то отдельно взятом эгрегоре чего-либо или кого-либо. И тогда баба говорит, вот он я, пожалуйста, вы уже пришли сюда, переключайте свое сознание на абсолют и сливайтесь с абсолютом. Как Йогананда говорил, для тех, кто устал играть в карму и дхарму, пожалуйста, есть возможность освобождения получить. Это крия. Поэтому, конечно же, они совершенно одинаковы, они едины, но проявлены в разных аспектах. И очень странно, когда ты правильно заметил так называемые известные достаточно учителя, которые, в общем-то, претендуют на то, что они уже свободны, не видят этого освобождения. То есть, находясь в двойственности, говорят о единстве. Но они находятся в двойственности, потому что они не понимают, что Сай-Баба и Бабаджи это одно и то же. Сам Сатья-Сай-Баба, когда ему задали вопрос, я, конечно, не присутствовал в этот момент, но есть об этом информация. Он сказал, если вы молитесь мне, считайте, что вы молитесь Бабаджи. И наоборот. Нет никакой разницы. Потому что Махаватар Бабаджи и Махаватар Сатья-Сай-Бабаджи, я его называю Сатья-Сай-Бабаджи, Бабаджи, это же Бхоли Баба, это просто отец. Отец, который вот таким образом выразил себя, другим образом. Говорят, ну, Бабаджи красивый, похож на Христосознание, на Иисуса Христа, похож. Ну, то есть, это образы ума людей. А Сай-Баба какой-то странный, этот образ мне не нравится. Я говорю, а если бы вы рядом присутствовали с Сатья-Сай-Бабой, вы бы забыли про образ раз и навсегда. У вас было бы ощущение, что перед вами, как я часто говорю, ну, даже если всех матерей этого мира собрать и всю эту силу любви вместе собрать, она не сможет накрыть силу любви, которую дает Сатья-Сай-Баба в момент излучения этого шакти, этой вселенской силы. И когда Бабе задали вопрос, Баба, почему ты пришел в такой форме? А он же как великий юморист, как самый возвышенный и самый высокий юмор, может быть, только у Бога. Он посмотрел так, притупил у глазки и говорит, женщинам нравится эта форма. И было такое высказывание. Дальше я могу подтвердить, его задавали похожий вопрос, ему говорили, так сказать, смотри, вот Богован, все учителя, духу, он должен быть большой бородой, а почему ты вот бреешься, что женщинам нравится. Да, 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 да. Он, конечно, хохмач еще тот был, да. А потом он сказал, если бы я пришел таким очень красивым, вы бы меня за деньги показывали. Потому что сознание людей надо учитывать, действительно, ведь многие на уровне ракшисов находятся. Ты знаешь, что во время Даршана, когда мы сидели в зале, Баба сам говорил, да среди вас здесь столько демонов сидит в человеческих телах. И что бы демоны делали в этот момент, если бы Баба позволил. А он многое позволял на самом деле. Он и сейчас позволяет. Он позволяет демонам брать власть, он позволяет демонам вести себя так, как они хотят. Потому что это их форма существования, это их выражение. И людям становится понятно, как не надо делать. Очень многие его ругают, Саи Бабу. До сих пор некоторые к нему очень плохо относятся. Баба говорит, из тех преданных, которые обо мне часто думают, это те, кто меня ругают. И даже моя милость до них доходит, потому что они часто обо мне думают. А вы, мои преданные, которые меня любите, вы меня так часто не вспоминаете. Как те, которые... Безграничные, те, кто ненавидит, сейчас думают чаще, чем преданные. Поэтому, конечно, отвечая на вопрос, в чем сходство и в чем разница, никакой разницы нет. Сходства, конечно, тоже нет с точки зрения физического. Но с точки зрения духовного излучения, я единственное, что могу сказать, как я это вижу. Баба же генерировал энергию из своей сути. Сатя Сая Баба генерировал энергию из своей сути. Но разница в том, что Сай Баба более динамичен. То есть, это не значит, что Баба же пассивен. Просто динамический аспект Абсолюта и статический аспект Абсолюта. То есть, разные цели и задачи. Разные уровни вибраций уже в проявленном мире. Хотя идея и сама изначальная, скажем, вибрация, они совершенно одинаковы. Это как солнце. Но, допустим, до кого-то луч доходит солнечный, и в какой-то степени он уже может быть остывшим. А где-то ближе он может быть более горячим. Кто-то воспринимает этот луч по-своему, потому что проводимость у него одна. У кого-то очень высокая проводимость. Он в меньшей степени нагревается, проще говоря. Но солнце, оно звучит, вибрирует одинаково для всех. Вот Саи Баба и Бабаджи это солнце. Ну, духовное. Знаешь, я несколько лет назад, когда где-то в интернете увидел какой-то из твоих плакатов, я так запомнил, когда, кажется, уже произнесло Саи Бабаджи. Настолько это замечательно, настолько, так сказать, очевидно вот это единство. Конечно, мы люди, воплощенные в телах, имеющие, так сказать, разные принципы этнические, по полу, по религии и так далее. То есть мы, так сказать, атрибутируем это все высшим учителям и возникает путаница форм, имен и многого другого. И, конечно, тоже это очень интересно, что Настисая всю жизнь, в общем, говорил не о том, что он Бог, а о том, что каждый из нас Бог. Да? Кто это слышал, он говорил о том, что забудьте про форму. Божественное абсолютное сознание просто везде, но, так сказать, как мы можем освободиться от его сладчайшей формы, так сказать, это действительно очень сложно. Для глаз и ума, извини, пожалуйста, для глаз и ума очень важно опираться на что-то проявленное. Так ум меняется. Сайбаба пришел в форме для того, чтобы исправить ум человеческий, потому что, если сатана и существует, то он сидит в уме. Это человеческое проявленное чувство. Так получилось, что мы смешаны с животными принципами. То есть наша кровь, внутри которой течет информация, она связана еще и с негативным аспектом, и с позитивным аспектом. То есть у нас есть возможность выбрать, выйти из этой двойственности, это значит найти единство в нашей крови. Крови имеется в виду как символический сознание. Для того, чтобы это сделать, надо исправить наш ум. А как мы можем исправить ум, если мы не опираемся на что-то, потому что уму непонятна абстракция, ему нужна конкретика. Пришел Сайбаба, пришел так в непонятной некрасивой форме. Бог и такой странный очень. То есть... Мне он очень красивый. Да, мне тоже абсолютно. Он величайшая красота. Но когда люди смотрят на фотографию, им в некоторых даже меняется сознание. Почему? Потому что в этот момент его ум настроен был на что-то. Система ожидания не сработала, проще говоря. То есть Бог это значит абсолютное нечто красивое. Но в реальности, когда мы находились там, ты даже не можешь оценить ничего. Ты помнишь, когда он проходил, проезжал? Ты не можешь это оценить. Я вот маленький пример приведу. Когда я уезжал, я еще жил в Дагестане тогда, 43 или 45 писем, вот такая пачка писем люди в дорогу давали, каждый со своими чаяниями, просьбами к Сайбабе. Я привез эту пачку писем. Я сидел несколько дней подряд на Даршане в 2003 году еще и молил Бабу о том, чтобы, пожалуйста, избавь меня от этой тяжести. Я не могу эти письма все держать у себя. Я обещал людям. И я понимаю, что это же я обещал. Баба говорит, но это же ты обещал. Я же ничего не обещал. И я понял, что да, во мне в тот момент какое-то эго было. Я вез с собой письма, сейчас я Бабе их отдам, Баба примет, все будет нормально. Я вернусь и скажу, ребята, расслабьтесь, у вас все хорошо. А Баба не взял эти письма в первый день, не взял эти письма во второй день, не взял в третий, а уже скоро уезжать и так далее. И я уже сижу, впереди сидит меня Сивадал, на переднем ряду я сижу, Сивадал пишет записочку, видит у меня такая пачка писем, пишет записочку и говорит, возьми и передай от моего имени тоже, потому что Сивадал должен был в служении, находясь работу свою выполнять. Он не может повернуться и так не принято. Я взял и его тоже. В очередной раз проезжает Сатя Сая Баба, я тянусь с этими письмами, пожалуйста, возьми их. Он посмотрел на меня и проехал мимо. Все. В этот момент я взорвался. Эго мое взорвалось в этот момент. И я говорю, раз так, тогда сам решай эти проблемы так, как ты считаешь нужным. Я больше эти письма не буду тебе предлагать. Прошло несколько дней, я взял эти письма с собой просто механически. Пришел, сел и сел с другой стороны на краю. И сел в самый последний ряд. То есть, очень далеко. Очень много людей. Выезжает Саи Баба, он тогда еще на машинке для гольфа ездил. Значит, он проезжает до того напротив меня, чтобы оказаться, еще метров 10, например, он медленно едет, все, тишина, никто письма не передает. Кстати, я хотел сказать, что в этот момент, в это время, в этот период, Баба почему-то не брал письма. Был период, когда не разрешали отдавать эти письма. Он просто ехал, благословлял там и так далее. И вдруг я встаю, я просто встаю, перешагиваю через головы людей. Это 6 или 7 рядов. Никто меня не останавливает. Я выхожу на эту взлетку, по которой он едет. Иду навстречу, полусидя. Сел на колени и вот так вытянул эту пачку и жду. И вот он подъезжает, меня никто не выгнал, не вытолкнул абсолютно. Тишина в зале, покой, все это. Я продолжаю держать эту пачку писем. И вот он поезжает, метра 2-3 остается, значит, все. Он поравнялся со мной и берет, улыбаясь, глаза в глаза, берет эту пачку писем, дотрагиваясь средним пальцем до моего среднего пальца. То есть, он левой рукой взял, а я правой рукой подаю. И вот, когда это произошло, вот это столкновение двух пальцев, все выключилось, я вошел вот в это состояние, о котором йоги говорят самадхи. Ничего больше не было, все исчезло. И ради этого были письма у нас. И ради этого, да, это действительно так и есть. Абсолютно все исчезло, были только его глаза вселенские, больше ничего. Полная концентрация в этом единства. Я очнулся тогда, когда я заметил, что мое тело несколько раз переворачивается, потому что в этот момент почему-то все подскочили, а сивадалы стали всех отбрасывать, отпихивать. И я вот так несколько раз перевернулся, меня выкинуло, ни боли, ничего абсолютно. Выкинуло вообще туда, в сторону, но я уже отдал письма эти. Вот такая... Да, в очередной раз. То есть я хочу сказать, что в реальности, конечно же, то, что мы пытаемся для себя понять, оно невозможно. Вот нельзя сказать, что это именно так, это правильно, именно вот сделать какой-то вывод. Мы не можем сделать этот вывод, потому что этот вывод делается умом. Если ты не в сознании находишься, а что такое сознание, кстати говоря? Ты правильно сказал? Это ничто. И все между тем. Вот если, например, говорить об осознанных сновидениях, что такое осознанное сновидение? Это, по сути, медитация. Да, очень важная. Да. А мы находимся в состоянии осознанного сновидения, когда мы видим формы, свое тело, переживания. Сайбаба приходит. Надо сказать, что когда Сайбаба приходит, это четко, ясно, понятно, что сейчас приходит Сайбаба в интервью. Никогда не бывает так, что ты сомневаешься и так далее. Если Сайбаба приходит, это значит, он пришел. То есть, ты не можешь заставить себя или придумать себе, или заставить его прийти, тем более. Ты не можешь себе спроецировать, как некоторые говорят, ну, может, это галлюцинация. Нет. Сати Сайбаба и галлюцинация не проходят. Когда он приходит, есть четкая ясность, сознание, что сейчас перед тобой это все реальность, что сейчас перед тобой стоит Творец в форме Сати Сайд, твой Сат-Гуру, и вот это происходит. Но это астральная форма. А что в ментальном плане? В ментальном плане только глаза. Там нет форм. И вот, когда вы видите сон осознанный, совершенно осознанный, что вы наблюдатель, вы мгновенно оказываетесь в каком-то месте, и вы просто видите, как что-то видит, это вы, это что-то вы. Это как раз высокий ментальный план. Вот почему важно не опускаться на уровне Муладхара, Сватхистана, Манипура, когда люди занимаются выходами. Это, по сути, даже не осознанное сновидение, это спиритуализм, когда люди через чакры, низшие сферы выходят, покидают тело, это выход из тела. А нужен не выход из тела, а вход в духовное состояние, где тебя ожидается от Иоса и Баба. И Баба очень часто на физическом плане давал нам то знание, которое, в общем-то, мы могли получить только через физическое. Почему? Потому что, я с чего начал-то, собственно, нам надо было очистить свой ум, собственно, надо очистить ум людям. Для того, чтобы очистить ум, требуются янтры, мантры, ощущение тантры, то есть, как бы, тантры, присутствие творца. Вот. И фотография Саи Бабы является максимально мощным инструментом для преображающей силы ума. Ну, то есть, для преображения ума. То есть, он фактически сказал, что, если вы смотрите на фотографию, вы смотрите на меня. Это и есть Мурти. То есть, это и есть то, благодаря чему ум меняется. Для ума очень важно, чтобы был образ. Если это абстракция, он сразу гулять начнет, человеку сложно будет сфокусироваться. А есть фотографии, мы знаем, что очень много людей, которые искренне, не зная о йоге ничего, они просто молились на портрет, как ты говоришь, и Випхути проявлялся, и события происходили разные. Очень много всего происходило того, что показывало, что Баба вездесущ, что он знает чаяние и просто мечты каждого человека. Абсолютно каждого. В сердце каждого он находится. Даже маленький портретик иногда срабатывал гораздо больше, чем вся эта махина вселенская. Он буквально отменял все законы. Законы всей иерархии отменялись вопреки всем законам. Он переступал через эти законы, дабы показать человеку вот этот принцип единства и близости. И когда Бабу уже спросили, а зачем ты пришел? Он говорит, я пришел, чтобы показать вам, что Бог очень близок к вам. Вы думаете, что я где-то там. А все религии чем промышляют, проще говоря, так называемые религии? Они говорят, вы все грешники, есть только Творец, допустим, это Иисус, и Он там на небесах вас ждет, и вот только там. Тогда, как сам Мастер Иисус говорил, Царство Божие внутри вас есть. Исаия Баба все время говорит, я внутри, ищите меня. Почему Он тело сокрыл? Мы же стали привыкать к форме. Но помимо того, что, конечно, нужно было спасти Землю, избавить Землю от апокалипсиса и так далее, есть информация, на самом деле я поддерживаю эту информацию, что в одиннадцатом году, когда на Курилах фукусима вот этот вот реактор атомный и так далее. Но это уже мое понимание вопроса этого. Я не могу утверждать, что это сто процентов, но это мое видение. Когда по индийскому времени в 7-38 минут Сай Баба покинул тело, а до этого все ученые уже ждали взрыва второго атомного реактора, и ничем температура не сбивалась, а ты знаешь, что когда процесс пошел, распада, да, то ничем не остановить этот ядерный процесс. И уже воду перестали лить, охлаждать этот реактор, уже невозможно было. И вот ждали этого взрыва. В 7 утра 38 минут Сай Баба покидает тело, в 7-40 без видимой причины температура снижается на 40% в ядерном реакторе, а затем полностью исчезает. И все. Так и ученые не поняли, что произошло и почему не было взрыва, хотя тенденция была такова, что его не остановить. Мы знаем, что ядерный взрыв или реакцию невозможно остановить никакими физическими на сегодняшний день методами, за исключением силы Аватара или высокого мудреца, который читает мантру. Да, и в общем тоже очень тем не менее сложно говорить об уходе, тем не менее он ушел в ночь, когда была Пасха и у католиков и православных людей, и у него было последнее послание о единстве. В принципе, единство, совершенно верно. Совершенно верно. И мы знаем, что при жизни он очень много своих фотографий на негативе, когда люди распечатывали с фотографии Воровса и Бабу, приезжали домой распечатать фотографии, а там оказывался Иисус Христос. Помнишь эту историю, когда он преданным Иисусу просто подарил возможность сфотографироваться? И вместо его фотографий, портрета, там был Иисус? Сфотографий очень много. Там, где, скажем, сати-сайди, группа преданных, потом фотографируют, печатают, а он среди них стоит. Такие фотографии всегда я не видел. Знаю людей, с которыми это вот такие фотографии. В моей жизни очень много было моментов, свидетельств тому, что он является божественным воплощением. Мы немножко ушли от темы, но на самом деле от вопроса. Но в реальности это все обо всем, поэтому хотелось бы, конечно, максимальное количество. Мне кажется, вообще нам не хватит одного эфира на это. Не-не-не, смотри, на самом деле я смотрю на часы мы уже, давай так, скажем, вот еще что-нибудь закончим свою мысль, но так через минутку-две нам уже пора завершать. Я думаю, что однозначно будет эфир в посаде, сайд. Да, говорите, говорите. Да. Совершенно верно. Ну, заверши свою мысль, и мы будем завершать видео. Я хочу сказать, что нам, тебе, мне, всем людям невероятно повезло. Повезло в том смысле, что мы воплотились, мы в очередь стояли, я не знаю, мы всеми нечестными способами воплотились на землю, какими только возможно было, чтобы увидеть Сайбабу здесь. Вот о чем я хочу сказать. Потому что пророк Мухаммед, мир ему, в свое время есть информация о том, что были найдены 25 или 24 книги, написанные в то время. И вот в 16 томе Бихар Аль-Анвар было описано со слов пророка, что он говорил о том, что придет время, я вижу время будущее, о том, что не зайдет сверхбытие на землю, и люди, которые будут находиться в тот момент рядом, они будут невероятно счастливыми. Они будут многие в белых одеждах, с точками на лбу, с разными, то есть он в точности описывает все, что мы сейчас можем видеть, разные конфессии. И самое главное, он в точности, буквально до мельчайших подробностей, описывает Сатья Сайбабу. одежда, вид, родинка, ну то есть все абсолютно. И он его называет сверхбытие на тот момент. И было сказано, что я вижу ангелов, которые молят Всевышнего о том, чтобы он дал им человеческое существование, чтобы, обратившись к Сайбабе, увидеться с ним и каким-то образом соприкоснуться. И вот это слова пророка на самом деле. Поэтому нам невероятно повезло. Пусть не обижаются на жизнь, извини, пожалуйста, пусть не обижаются на жизнь те люди, которые не успели увидеть Сатья Сайбабу. Потому что Баба сказал, просто даже слышать обо мне, это уже путь к освобождению. Ну а, да, а благодаря тебе и твоим книгам у нас есть возможность не просто услышать, а еще и получить образное представление о том, кто такой Сайбаба, как он работал, это самое главное. И каждый человек начнет это чувствовать переживать. Поэтому мы, наверное, должны делиться энергию. Пусть это даже может быть внешне несколько эгоистично, хотя мое эго давным-давно уже знает свое место, образно говоря. Почему? Потому что я его никогда не тешил, жил в таком, знаешь, очень жестком, в жесткой форме аскетизма. То есть, у меня такой склад. Но моим, как говорится, друзьям, которые занимаются крии-йогой, в этом смысле повезло. Моя супруга, Хадижа, она говорит, вы не знаете, как вам повезло, вы не знаете, какой жесткач он сам из себя представляет для самого себя. Вот. К чему я это все говорю? Эго нельзя уничтожить, иначе у нас не будет формы развития, мы не захотим ничего. Если у человека уничтожено эго, либо он святой, либо умалишенный. То есть, вот так. Поэтому эго надо взращивать в направлении божественного восприятия. То есть, эго должно быть направлено на Бог. Поэтому человек минус эго равно Бог, Сайбаба говорит, но минус эго, которое именно уже отработано полностью, стерто полностью, тогда является Бог. Но человек, который идет к Богу, ему нужно эго, он хочет быть лучше, он хочет быть лучше всех, он хочет научиться любить, он хочет, он хочет, он хочет, но это духовное хочет. Духовное я хочу, и оно нормально, оно в принципе имеет право. Абсолютно важно. И... Стремление приехать даже в Ашрам, с Атисайской, конечно. Стремление получить какие-то финансовые вознаграждения, ведь много вокруг Сайбабы, много бизнесменов, они говорили, баба, мы не понимаем вот эту духовность. Ты нас благословил на хорошую работу в миру, мы бизнесмены, пожалуйста, благослови нас еще, чтобы у нас было еще больше. Они имеют право, пожалуйста, но только он говорит, соблюдайте праведный бизнес, пусть это будет в пользу всем. То есть, мир меняется, мы должны эту матрицу выстроить так, как она должна быть выстроена, она не должна быть в крайностях каких-то, раз мы здесь находимся. в доме должно быть чисто, в доме должно быть красиво, а домом нашим является этот куб, да, образ куб, как вселенная наша. Поэтому здесь очень важно понять, что нам просто невероятно повезло, с одной стороны, с другой стороны, это невероятно тяжелая или большая ответственность, потому что на долгие-долгие годы, а может быть, даже и тысячелетия, мы сейчас фактически, вот твои книги, например, это закладка, это фундамент для тех, кто еще не пришел. Ты представляешь, огромное количество людей, которые придут и будут читать книги Святослава, к примеру, да, но не к примеру, а так и есть, потому что Крия это путь святости. Я просто говорю, что для меня все святы на самом деле, и это не лесть, не какая-то специально выбранная форма общения. Это так и есть, мы потенциально все такие, и представляешь, какая ответственность на тебе, когда ты пишешь каждую букву, анализируя, понимая, что эта запятая может изменить смысл многого всего. Это же колоссальная нагрузка. Или когда я, например, рассказываю людям, я иногда рассказываю и думаю, боже мой, а как вообще ты вообще позволяешь себе это рассказывать? Ты уверен, что это... Это большое служение, испытывая разные опыты, так сказать, сновиденческие, шоктепаты. Это великое служение, которое, так сказать, в частности, ты, если давай тоже тебе в ответ скажу, осуществляешь. Поэтому не все это понимают. Кстати говоря, когда ты часто делишь своими опытами, не все это понимают, но это большое служение. Нельзя только брать от Бога колоссальные космические состояния. Нужно делиться этим, это очень-очень важно. Невозможно не делиться этим. Невозможно не делиться этим, просто унести на себе это невозможно все. Это разрывает изнутри. Вот я как музыкант, например, у меня очень много идей, когда у меня не было инструментов, я эту энергию не знал, куда деть просто. Я ее пытался трансформировать, я уже обращался к с вами. Я говорю, дай мне возможность по-другому, потому что это живые сущности, они требуют реализации, так же, как и книги. Это музыка, которая застыла в словах, это музыка, которая застыла, допустим, в картинах, это звук, это энергия, это свет, это образы. Они все живые, это сила, огромная сила, поэтому, конечно, это тяжело все это вынести. Я знаю, что есть экстрасенсы, духовные учителя, многие экстрасенсы, различные медиумы и так далее. Некоторые из них уходили от тяжелых болезней, потому что они не могли реализовать эту энергию. И вот нам в этом смысле повезло, что у нас есть духовная система, стройная система, практика такая, как возвышенная крия, богореализация, наука богореализации, святая наука. Она позволяет эту энергию трансформировать, интегрировать ее в жизнь. Вот что важно. Поэтому я в этой жизни выбрал музыкальную часть, допустим, ты писательскую, да, вот эту вот, даешь эту силу правды. Это же тоже шактипат. Это и есть шактипат, когда ты передаешь учение, передаешь образ в виде книги, ты даешь в мир это знание, это очень мощное посвящение. Знание можно получить бессознательно, сверхсознательным образом, через музыку, непосредственно от сердца к сердцу, когда ум не понимает, но потом начинает понимать. Можно получить через ментальный план, который начинает, вот, допустим, ты описываешь статью или рассказ душесчипательный, когда Сайбаба помог, допустим, какой-нибудь женщине или там молящемуся человеку, неважно, мужчина, женщина, ребенок. Это людей заставляет плакать, у них появляются слезы. Это и есть шактипат, это и есть передача, где ум меняется, он образ воспринимает, где меняется, открывается сердце. До физического плана, буквально, клетки начинают вибрировать, когда это людей захватывает. Это великая ответственность и вместе с тем великий подарок. Действительно, истории, это когда у нас учитывается рядом Томик, Шриман Багаватам, истории о божественных инкарнациях, они к себе несут силу шактипата. Поэтому, когда мы сейчас рассказываем о Сатисая, я пишу книги, ты и я тоже, мы рассказываем о Сатсангах, сами истории несут в себе присутствие Сатисая и через них люди сейчас и в будущем будут получать шактипат. И для этого только надо раскрыться, потому что шактипат постоянно идет от него и мы должны быть только сонастроены. Ты как раз вот сказал, я извиняюсь, ты как раз сказал про Томик, Томик, твой новый Томик, а я сразу образ у меня возник, Творец Ом, Том. Том. Да, Томик. Творец Омик. Да, Творец Омик. Ну что ж, друзья, огромное спасибо Имрану за то, что он нашел возможность и поделиться своей мудростью, историями. И совершенно точно сказать, что мы и дальше будем снимать на тему Сатисая. Это вообще бесконечная тема. На самом деле, так же, как тема Бахатара Бауджи, которой посвящена наше предыдущее видео. Я думаю, что мы будем еще больше и больше анализировать, рассказывать истории, связанные с Сатисая, с Махатаром Бауджи. Это как разные видео. Иногда где-то, в общем, пересекаясь, потому что действительно они находятся в единстве Бета Саи Бауджи. Огромное спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Оставляйте свои комментарии, потому что мы всегда их читаем. Не всегда отвечаем, но всегда читаем. Любые ваши мнения, точки зрения. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. потому что наш сатсанг это не только мы вдвоем, но это и все огромное количество людей, которые нас сегодня смотрели. Мы все в едином поле сознания Саи Бауджи. Удивительно счастливые, как сказал Ибрам, удивительно счастливые люди. Давайте будем счастливы. И до следующих встреч, друзья. Будьте благословены. Спасибо. Спасибо.